Горлицкий, один из наших выдающихся левых мыслителей, марксистов, предупреждал о том, что Ципрос трус и предатель. С самого начала. Что Ципрос, его была версия, что Ципрос вообще рассчитывал, что цифра референдума будет 51% охи, то есть против, а 49% за. Чтобы он мог просто как бы их шантажировать ими переговорщиков из Европы. 67% или сколько там, это совершенно он не ожидал. И поэтому он изначально был нацелен на предательство народа, на сговор с европейцами, потому что такова суть современного мира западного. Если ты попадаешь в обойму так называемой правящей элиты, то интересы народа тебя вообще уже не интересуют. Люди это просто такая стартовая площадка для своей личной карьеры. По сути современное государство это совокупность людей, делающих личные карьеры. Такая гипербюрократия. Ты можешь быть левым, может быть правым, может быть консерватором, может быть либералом. Но это не имеет значения. Потому что тебя интересует только одна и та же для всех общая ценность. Власть и все. И те блага, которые дают власть в нынешнем или в будущем. Тебе или твоим родственникам. Где-то это контролируется жестче как в Европе, где-то это контролируется меньше как в России. Но в целом этот пул правящей элиты, он абсолютно одинаковый ципрос, в него очень хотел попасть. И попал. Для Евросоюза он теперь герой. Его карьера, поверьте, в Евросоюзе будет достаточно блистательной. Он может станет еврокомиссаром или еще каким-нибудь таким власовцем, по сути, предавшим свой народ. Но народ относится к нему с отвращением. У меня очень близкие друзья греки. Они просто потрясены. Это на самом деле вытертые ноги, а прямое народное голосование, референдум. Людям показано, что правящие элиты их вообще не считают за людей. Причем где? В колыбеле демократии. Где родилась сама демократия. Да фемистокол, которого изгнали и из Афин, за то, что им показалось, что он взял слишком много власти, в гораздо меньшей степени это заслуживает, чем Ципрос и все его эти сподручные. Их надо изгнать из Афин. Пусть астрокизм применит афинение, наконец-то, по отношению к этим людям, которые продали их страну новым персам, европейцам. Фактически он сдал Элладу захватчикам. Он предал все ценности греческого народа. Сегодня нам говорят, греки ленивые, просто такие фашистские слова. Вот я был на Эхе Москвы, Станей Фелькенгауэр. Она хорошая девочка, у меня нет к ней претензий. Но они так просто бросаются, такие греки плохо работают. Кто-то такая, чтобы это оценивать. Один из самых трудолюбивых народов, которых я видел в своей жизни, которые на камнях, на сухой земле вырастили эти оливковые сады, которые собирают потрясающее оливковое масло. Да, они не собирают мерседесы, как немцы. Они собирают оливковое масло, но оно, на мой взгляд, имеет гораздо большую ценность, чем мерседесы. Потому что оно вечная, эта ценность. Греков оскорбляют, греков унижают. Я сегодня с теми, мое сердце, кто на улицах Афин бьется с полицией. Кто в экзархии, так называется район Афин, который населен левыми, анархистами и так далее, сражается и готовит боевые отряды для того, чтобы защищать интересы народа. Я сегодня с теми из коалиции Сириза, которые проголосовали против и вышли из зала при голосовании. К сожалению, деятельность Ципроса и еврокомиссаров открывает дорогу нацистам. В итоге мы имеем, что единственная партия, которая отстаивает интересы народа сегодня, это Золотой Рассвет. Как будто специально это сделано для того, чтобы неонацистская группировка, Золотой Рассвет, получила дополнительные позиции в греческом народе. Так же и Гитлера вели к власти, между прочим, в 30-е годы, как сегодня ведут нацистов в Европе. Это просто делается нагло, неприкрыто и так далее. Компрометация левого движения, социалистического и коммунистического, просто чудовищная. Ципрос, это просто Иуда, который нанес удар в спину левому. Но именно такие, как он, прокладывает дорогу нацистам. И они непременно, вот после всего, что случилось, поверьте, непременно нацисты увеличат свою поддержку в 2-3 раза. Этот Золотой Рассвет. Очевидно, это выгодно европейским элитам, еврокомиссарам. Поэтому я сегодня за греческую демократию, с народом Греции, была бы возможность, я бы сейчас уехал в Афин и сражался бы там на улицах Афин за греческую свободу и за греческую демократию. Сегодня те, кто бьется за это, за ценности народного референдума, это настоящие греки. Я горжусь ими, если так откровенно будем говорить. Если как раз и коммунистическая партия возглавит эту волну, не опасно ли это? Она не может возглавить тех, кто бьется на улицах, в основном это левые и анархисты. Я думаю, что полиция их, конечно, забьет дубинками. Опыт у греческой полиции большой в этом. Тогда придут нацисты.